Качество, уникальность и востребованность продукции на рынке могут обеспечить только инновации. Этот термин широко распространен во всем мире и подразумевает новшества, благодаря которым любая сфера жизнедеятельности стремительно улучшается и происходит усовершенствование той или иной системы. Роль передовых технологий приобретает для современного общества значимый характер. Разного рода разработки применяются во многих отраслях экономики и служат стимулом развития и прогресса. Есть пять видов инноваций – технологические, социальные, продуктивные, организационные и маркетинговые. Движущиеся роботы, летающие дроны, сенсорные экраны, компьютеризация – все это делает нашу жизнь комфортной и приятной. Мы представляем вашему вниманию программу «Инновации в жизни». Это цикл передач о том, как поддерживаются инновации в Казахстане. Электрокары на солнечных батареях, умные смартфоны, движущиеся роботы, летающие беспилотники. Казалось, то, что в прошлом веке выглядело фантастикой, сегодня не миф, а реальность. Ежедневно в каком-то уголке мира ученые разрабатывают гениальные творения. Этот процесс не проходит без финансовой помощи правительств. В Казахстане для улучшения инновационной инфраструктуры Министерство по инвестициям и развитию предпринимает ряд комплексных мер. Все, что сегодня уже имеется и то, что работает, мы на этом не останавливаемся. Мы смотрим динамику, мы анализируем, где-то улучшаем. Продолжаем изучать международный опыт других стран, чтобы где-то перенять этот хороший опыт и внедрить в нас в Казахстане. Также мы смотрим на реакцию большинства в Казахстане, насколько данные гранты актуальны, на какие отрасли больше интерес, какие разработки проводятся, чтобы государство также могло помочь. Существуют различные финиституты по оказанию поддержки предприятиям-инноваторам для разработки и внедрения технологий. Одним из главных финансовых вдохновителей является Национальное агентство по технологическому развитию. Основная мера поддержки Национального агентства по технологическому развитию – предоставление предпринимателям инновационных грантов на безвозмездной основе. Гранты выделяются на технологическое развитие действующих предприятий и отраслей, а также на коммерциализацию технологий. На повышение технологического уровня предприятия посредством трансфер передовых разработок предусмотрено до 400 миллионов тенге, а на развитие действующих отраслей при поддержке трансферта ведущих технологий предоставляют до 500 миллионов тенге. В свою очередь на внедрение научного или научно-технического опыта в собственном производстве выделяют до 200 миллионов тенге. Деньги перечисляются трансшами по мере необходимости. Инновационные гранты направлены на поддержку инновационного производства, то есть прорывных технологий, стимулирование прорывных технологий. Если ребята, допустим, в бизнес приходят и компании хотят просто модернизировать свое существующее производство, то это не наш клиент, потому что и банки дают кредиты под это, и наши коллеги из Банка развития Казахстана работают. Наша же часть все-таки, как институт развития, стимулировать инновационную деятельность в стране под видом этих грантов. С 2011 года агентство профинансировало 328 проектов на 12 миллиардов 195 миллионов тенге. Цифры весьма внушительные. В этом году государство выделило еще 2 миллиарда 800 миллионов тенге. Около 200 предложений от потенциальных инвесторов поступило в агентство. Всего заявки принимались по 16 видам отраслей. Больше всего казахстанские предприниматели хотят внедрять инновационные разработки в производствах. Среди заявок 60% относятся к грантам на коммерциализацию технологий, 10% относятся к грантам на технологическое развитие отраслей и 30% относятся к грантам на технологическое развитие предприятий. Среди заявок наибольшую лидирующую позицию занимают два направления. Первое – это агропромышленный комплекс и инфокоммуникационные технологии. Также среди всех городов лидирующие позиции занимают Астана и Алмата по максимально поданным заявкам. По внедрению технологий Казахстан в прошлом году занял 75 место в мировом рейтинге глобального инновационного индекса. По сравнению с 2015 годом наша страна улучшила показатели на 7 позиций. Улучшить инновационный потенциал республики позволит схождение в международные партнерские сети по трансферту и коммерциализации. И в этой части Национальное агентство по технологическому развитию развернуло масштабную работу. Благодаря систематической поддержке Национального агентства по технологическому развитию многие изобретательные бизнесмены добились вдохновляющих успехов. Десятки казахстанских инновационных компаний делятся уже своими разработками с иностранными партнерами и поставляют отечественный технологический продукт на зарубежные прилавки. Но главное это рост экономики Казахстана. Производство выпустили продукции на 59 миллиардов тенге. Государственная казна за счет налоговых поступлений пополнилась на более чем 7 миллиардов тенге. Из них у нас достаточно много успешных кейсов в разных отраслях от фармацевтики до тяжелой промышленности. Те гранты, которые выдавались, я могу буквально остановиться на успешных кейсах. Есть какая-то компания Инадент, у них инновационный продукт в области стоматологии, полностью казахстанская разработка. Ребята инновационный продукт в стоматологию внедрили против кариеса. То есть придумали до хирургического вмешательства полностью казахстанский продукт, коммерциализирован, пользуется спросом у наших стоматологов. Отбирает, рассматривает и проверяет поступающие в агентство заявки независимая комиссия. В ее состав входят представители министерств, общественных организаций, бизнесмены и сотрудники агентства. Проекты анализируют в трех разных центрах – технологической, финансовой, экономической и правовой экспертиз. Решения принимают на основе большинства голосов. По результатам будет известно, какие проекты получат денежные пособия от государства. Каждый инновационный проект разработчики должны лично защищать перед комиссией. Весь процесс контролируют видеокамеры. Вся зона консультации в агентстве оснащена, она является открытой. То есть это не закрытые кабинеты. То есть консультации с экспертами осуществляются не в кабинетах своих, не в четырех стенах, как говорится. Осуществляется именно на открытой площадке, в фойе агентства. Это полностью открытое пространство. В данном случае мы находимся на этом пространстве. И данное пространство оснащено полностью системами видеонаблюдения, где осуществляется полностью запись проведения консультации, а также запись разговора. После прохождения всех процедур и экспертиз, материалы для принятия уже решения, согласно новшествам, которые внесены в правила в 2017 году, выносятся на рассмотрение комиссии по грантному финансированию. Что это за комиссия? Это независимая комиссия, в состав которой входят представители бизнеса, представители других уполномоченных госорганов, а также руководители Национального агентства по технологическому развитию. Непосредственно на комиссии уже рассматривается и принимается решение о предоставлении финансирования на проект или непредоставлении. То есть в данном случае нужно отметить, что агентство не имеет никакого прямого воздействия, участия. Возможность обсудить дальнейшие планы развития технологии в Казахстане с известными отечественными и иностранными изобретателями дает ежегодный инновационный конгресс. В этом году мероприятие пройдет в Алматы 28 ноября. Ожидается, что на конгресс едутся более 500 ведущих экспертов, государственные деятели, инвесторы, иностранные консультанты, представители бизнес-сообществ в сферах трансфера технологий и элементов индустрии. На 12-м инновационном конгрессе обсудят развитие технологического предпринимательства. Ожидается, что на мероприятии выступят ведущие зарубежные и отечественные эксперты, представители бизнес-сообщества в сферах трансферта технологий и бизнес-инкубирования. На выставке представят передовые и применимые технологии, которые стимулируют предприятия в реальном секторе экономики. Гости конгресса смогут увидеть последние разработки в трансферте технологий. Ну а в следующей программе «Инновации в жизнь» вы увидите, как казахстанский ученый изобрел чудо-препарат, исцеляющий от кариеса. В чем уникальность разработки и как данная технология может повлиять на развитие стоматологической деятельности, не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин